Вот так прямо в городе обитают и мирно блеют, кукарекают и даже шипят домашние животные – овцы, козы, индюки, кролики и гуси. Живут дружно, по чутким руководствам своего хозяина Максима. Он стал разводить их пять лет назад по рекомендации врача. Оказалось, единственный способ поправить здоровье и отказаться от нервной работы – ухаживать за животными. В этом деле главным оказался правильный уход и чуткое отношение. Наблюдая, что животные – реакция подопечных, все получается. Главное – любить и желать. А когда из-под палки, ну ничего не получится. И животные голодные, холодные, ободранные, расстроенные, злые будут. Сегодня у него семь коз, 30 кур, два индюка, а еще гуси, кролики и овцы. Такое частное хозяйство в наши дни – большая редкость. Но чтобы все животные были здоровы, а хозяин спокоен, необходимо сообщить об обитателях такого хозяйства в ветлечебницу. При заведении данных видов животного владелец должен сообщить нам о наличии. Мы их ставим на учет, смотрим условия содержания. Два раза в год специалисты проводят противоэпизотические мероприятия. У продуктивных животных, которые производят употребляемую человеком пищу, берут анализы. Раз в год делают вакцинацию от сибирской язвы, берут туберкулезные пробы. Читка туберкулина идет у мелкого рогатого через 48 часов, у крупного рогатого через 72 часа. Показывает она также наличие заболевания, которое передается воздушно-капельным путем и также опасно для человека. Эти мероприятия плановые и бесплатные. Также ветеринары помогают и при любых заболеваниях, сложных родах, проверяют продукцию. Приезжает выездной доктор, проводит мероприятие и ставит на ноги животных. Поэтому помощь у нас со всех сторон, от ветеринарной службы, и от Одинцовской, и от Голицынской лаборатории. Это обеспечивает здоровье и домашним животным, и их хозяевам. А заботливое отношение и любовь зверушки чувствуют, уверяет фермер. За это они каждый день радуют и платят за рядом положительных эмоций. Врачи утверждают, что общение с животным положительно влияет на энергетику человека, его физическое состояние, здоровье. И это мы, конечно, испробовали на себе. Это действительно так. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует. Продолжение следует...